Здравствуйте, дорогие мои подписчики и гости канала! Я вас всех приветствую! Также я вас хочу всех пригласить к себе, к телеграм-каналу Яна Гюрер Чат и Яна Гюрер Медиум. Заходите, общайтесь, подписывайтесь, пишите вопросы, я не знаю, касаемо ваших умерших родственников, или если вам снятся какие-то сны, и вы не можете понять, что за сон вам снился, пишите мне, потому что я работаю с духом, я работаю с умершими, я медиум. Я отвечу на все ваши волнующие вопросы. Если вы хотите лично у меня погадать, обращайтесь ко мне в WhatsApp, номер телефона вы видите на экране, он также есть под видео, я принимаю всегда лично, только по видеосвязи, по видеозвонку, и рассматриваю абсолютно любые вопросы. Итак, мои хорошие, сейчас будет тема онлайн, что у него на сердце. Давайте будем смотреть, что у вашего любимого мужчины сейчас на сердце. Садитесь поудобнее, загадывайте любимого мужчину. И давайте начнем. А для начала давайте посмотрим, кто он. А кто вы? А что сейчас между вами? И высшая сила вам помогает в отношениях или наоборот, она вас просто разделила? Ваш мужчина фантазер. Всю жизнь по каким-то планам, по своим фантазиям, наверное, скорее всего сейчас творческий, или он ушел в творчество, или он пытается как-то реализовать свои планы наполеоновские, они у него не кончаются, у него одна идея, вторая идея, и он видит так свое будущее. В розовых очках, наверное, может быть, ему до конца года надо что-то успеть, надо что-то завершить, надо что-то сделать. Он тебя, он себя сейчас очень хорошо прокачивает творчески. Может быть, он рисует, может быть, он воскульпторый, или же, может быть, он что-то читает, какие-то романы. Может быть, он, в принципе, вдохновляется природой, или чем-то таким прекрасным на данный момент. Давайте посмотрим вас, кто вы. А вы сейчас работаете, по крайней мере, зарабатываете. И то, что вы зарабатываете, вы откладываете, потому что вы сейчас нуждаетесь в деньгах, как никто другой. Естественно, вы экономите, конечно, у вас расходы, доходы, все записано. Может быть, вы хотите купить в будущем недвижимость, или вам понадобятся деньги еще для чего-то, там, для переезда, для машины, покупки машины и так далее. Может быть, в последнее время ваши доходы на работе сократились, и поэтому вы не можете сейчас тратиться, так как вы делали это раньше. Поэтому экономить приходится, приходится. Вы в доме экономка, так можно сказать. Что между вами? Ну, как бы, будущее есть, и причем вы оба смотрите друг на друга с перспективой, с отдаленным, конечно, таким планом действия, что он думает, что вы, может быть, как-то сделаете шаг в его сторону. Он рассчитывает то, что вы тоже сделаете, может быть, шаг в его сторону. Ну, пока наблюдаете в интернете, в соцсетях, думаете о друг друге, ну, как-то так. Помогает ли наоборот, мешает вам Высшая Сила? Высшая Сила сделала очень такую интересную работу для вас обоих. Она вас развернула в разные стороны и дала побыть, скорее всего, каждому наедине. Высшая Сила принесла вам перемены в ваши отношения? Это для того, чтобы, знаете, как новый виток, как новый глоток свежего воздуха. Перемены абсолютно, они болезненные, да, но они абсолютно нужны. И чтобы у вас, как бы, чтобы у вас, как бы, немножко так, знаете, разыгрались отношения, да, чтобы хоть что-то там произошло, они, скорее всего, принесли какие-то перемены. Перемены глобальные. Может быть, вы резко расстались, или, а может быть, резко соединили, здесь такое тоже возможно. Но какие-то перемены есть сейчас, на данный момент, потому что это, на это пошла сама Высшая Сила, чтобы как-то поменять обстановочку. Давайте я буду прям продолжать. Я не буду собирать. Мне уже нравится, как карты здесь все легли. Зачем Высшая Сила привнесла вам вот эти вот перемены, дала вам эти перемены? Зачем? Ну, чтоб мужчина стал больше себя проявлять, чтобы он занялся собой, занялся своей карьерой. Я не знаю, может быть, все-таки уже обратился к андрологу. Может быть, чтобы он занялся, я не знаю, спортом, своим здоровьем, да. Да, потому что у него долгое время все в подвешенном состоянии. На полшестого, наверное, да. И Высшая Сила сказал, так, дорогой, так не пойдет. Ты давай, слушай, займись собой, приведи себя в порядок. Ты должен хорошо выглядеть. Ты должен быть ярким и красивым, чтобы женично обращал на тебя внимание, чтобы у нее был интерес и горели глаза. А зачем они вам? Зачем они вам дают такие перемены? Для чего? А для того, чтобы вы прокачали свою женскую, вот видите, с анахаты, вот здесь прям течет вода, вот женская, вот женское начало, где, да, в животе. Чтобы вы прокачали свою женскую, женское начало. Да, слушайте, кстати, кто-то из вас ходит или на озеро, или к реке, или к ручью, или на море плавает, купается. Вот вы где прокачиваетесь хорошо. Вы должны стать императрицей. Если вы с ним этого не чувствовали, то Высшая Сила хочет, чтобы вы сейчас это почувствовали. А еще для чего? Да, чтобы вы перестали в нем нуждаться, чтобы вы стали полагаться только на себя, потому что вы себя обезвожили, даже так скажу, да. Постоянно отдавая свою энергию, полагаясь на него, вы забыли, кто вы, что вы женщина истинная, и вы должны быть наполненной. А по пятерке пентаклей, вы не наполненная, вы внуждающийся, у которой все пусто. Лона женская пусто, начало пустое, понимаете. Поэтому я же говорю, Высшая Сила, она всегда знает, что она делает. И все, что не делается, все делается к лучшему. Причем вы так себя прокачали, я прям даже уверена, что у вас по материалке вы прям вверх прям пошли. Многие уже высоко поднялись, а многие еще будут подниматься. И у него, я думаю, что тоже очень хорошо дела сейчас идут. Что у него на сердце к вам? Ну что, закрыто сердце, да, закрыто. И он считает, что ваше сердце тоже к нему закрыто. Потому что один он в поле не воин, здесь, знаете, как вампир, мужчина, который хотел, чтобы ему только давали, давали, давали. Хотя, хотя, как правильно, нужно отдавать и брать. А он умел только брать. Может быть, он хотел с вами взаимосвязи, а вы не поняли его. Или вы ему только, как бы, знаете, там, только у него брали, он вам все отдавал, а вы ничего не давали. Такое тоже возможно. Он хотел любви. Может быть, каких-то взаимовыгодных отношений. Взаимовыгодных для него, может быть, в первую очередь. Еще что у него на сердце сейчас к вам? Любовь, эмоции, чувства, желания. Он снова хочет шанс. Шанс на любовь, показать себя, что он может быть другим. Что он вот такой красивый, на белом коне. Что он всегда в росте. Что он учится. Он поднимается. Но, может быть, он вырос над собой. Понимаете? Он вырос над собой. Он стал другим. Не таким, как прежде. Теперь вы можете им просто, как бы, гордиться, что он один из лучших. Что он такой хороший. Еще что у него на сердце к вам? На поездка. Ну, в принципе, он хочет приехать и вам что-то доказать. Или не то, что даже доказать, а показать себя. Вернуть вас и показать себя. Да. Но вы какая-то такая. Вы уже отрезали. Шансы ему давать не хотите. Он снова хочет шанс на отношения. Но вы тут как-то с мечом его встречаете. Он и думает, что она меня встретит очень жестко. Очень холодно. Давайте еще посмотрим, что у него сейчас на данный момент на сердце. Ну да, тяжело. Тяжело, конечно, тяжело. Да. Потому что тяжело. Играть надо, да. Или наигрался он уже как бы. Он уже сделал все, что мог сделать. И это к чему привело? Привело, что вы не вместе, скорее всего. Надо было держать баланс, знаете. Вот ему надо было держать баланс. А он, скорее всего, не провел ошибку. Не провел работу над ошибками. И те проблемы, которые у него были, он так их дальше и тащит. Вот эти грабли, на которых всю жизнь наступает. А здесь нужно все проработать. Выкинуть грабли и идти вперед. Легко. Чего он и не сделал. Да, да. Вот и теперь ситуация поставила так, что он ушел в отшельники. Эта высшая сила сказала, иди, дорогой. Мы тебе давали шанс, чтобы ты изменился. Ты почему не понимаешь? Хорошо, тогда будем сейчас кардинально все менять. По переменам. Помните, я говорила? Чтоб ты как-то помудрел. Чтоб ты как-то поумнел. Чтоб ты уже наконец-то выкинул вот эти свои грабли, которые таскаешь. И взял только одну граблю, да. Чтоб она хотя бы тебе помогала идти в твой вот этот вот темный, да. В темную, я не знаю, в темную жизнь. По темной дороге. И на тебе свет. Свет – это для того, чтобы ты видел свет в конце туннеля. И что мы видим? В зоне анахаты. Да, у него здесь... Подожди, здесь манипура была. Все, я ошиблась. Здесь манипура, здесь анахата. Ну да. У вас манипура прокачивается хорошо. А у него сейчас холодная анахата. Это зона солнечного сплетения. Она у него холодная сейчас. Вот он ее должен прокачать. А что у нас в груди здесь? Любовь. Он любовь свою должен прокачать. Вот на сердце. Вот вопрос, как расслаб, как называется, да. Что у него на сердце? Холод у него на сердце. Холод. И этот холод он создал сам себе. Он его сам себе создал. Он все сделал так, чтобы этот холод был у него в душе. Еще что у него на сердце? Да, разочарование. Конечно. Все скучно, все плохо, все надоело. Сил никаких нет. Хочется опять манипулировать. Хочется или, я не знаю, быть решительным, быть смелым, взять все в свои руки, начать управлять. Но как бы поезд уже уехал, да. Поезд уже уехал. Да. Да. Потому что, потому что ему мудрости не хватает. Я надеюсь, вот находясь в отшельниках, он о многом задумается и отпустит, может быть, какие-то свои детские, детские проблемы, психологические какие-то блоки. Тянущиеся с детства. Вот что он больше всего должен проработать. Я не знаю, есть ли у него есть обида на маму, обида на отца, я не знаю, на бабушку, на дедушку. Тем более, если они уже мертвые, понимаете. Надо все это отпустить своего сердца. Поблагодарить и отпустить, что они были в его жизни, они дали ему жизнь. Он находится в их родовой ветке, потому что, когда человек умирает, куда он попадает? Он попадает в свою родовую ветку. Он никуда больше не уходит. Он уходит в свою родовую ветку. И он встанет там, дальше, за ними. Понимаете? Потому что, когда ты смотришь человека, вот тянется вот такая ветвь. И здесь начинается бабушка, прабабушка. Вот они все по родовой ветке так идут. И он тоже встанет куда-то рядом. И когда мертвые приходят, они не приходят один. Один еще никогда не приходил. Они тащат. Тащат прадедушку, прабабушку, сестру, брата. Они вот так иногда приходят. Понимаете? Вот здесь ему нужно проработать. Отпустить своих, я не знаю, усопших. На кого он там злился. Если у него там был отец, например, алкоголик. И он на него с детства злится, что вот он его так воспитал. Или что он маму там бил и рано умер. Ему надо проработать это. Отпустить. Ему нужно мысленно. Успокоиться. И у него тогда будет все хорошо. И в личной жизни его тоже будет налаживаться. Знаете? Ну вот так это работает. Да, отпустить им очень сложно. Хотя он тут, может быть, и в церковь уже ходит. И в мечеть, я не знаю, ходит. И в синагогу. Куда он только не ходит уже. И к Господу Богу обращается. И к молитвам взывает. И ангелам-хранителям и так далее. Когда плохо. Но вот нужно ему здесь, нужно отпустить боль, страдания. Вас простить за что-то. Женщин тех, которые у него были. Кого он обижал, кто его обижал. Это надо просто вот так отпустить. Хорошо, хотя бы если вот ты не можешь простить. Окей, ладно. Но ты отпусти эту мысль. Ты даже эту мысль отпустить не можешь. Ты за нее держишься. А пока ты за нее держишься, ты своего будущего не увидишь. Тебе будущее не покажут. Потому что ты цепляешься за то, что тебя стопорит. Это твои блоки внутренние. С вами у него тоже конфликт. Внутренний конфликт. Внутренний. Что-то он вам простить не может. На что-то он до сих пор зол. С вами, видать, не поговорить никак. И вот и живет как один. Вот мне прям хочется вот так вот поставить. Чтобы это было аж центральной какой-то картой. Потому что от нее все здесь надо уже прыгать. Во все стороны. Это показало полностью характеристику этого человека на данный момент. Я не удивлюсь, если он живет в какой-то квартире темной. Но она сама по себе. Может быть там северные окна или восточные. Может быть он работает где-то в подвале. Или у него кабинет достаточно вечно темный. Может быть, приходя домой вечером, он даже, знаете, свет толком не включает. И делает в полумраке, в полусумерках. Вот ему хочется немножко, знаете, какой-то... Какой-то темноты, не знаю. Вот если мы сейчас предложили бы куда-нибудь отправиться на небитаемый остров. Вот я говорю, сто процентов, он согласился бы. Он убежал бы куда-нибудь на остров. Чтоб его там одного оставили, только лишь бы продукты привозили и все, чтобы он там с голоду не помер. А так он бы с удовольствием согласился бы. Это ему прямо сейчас необходимо. А еще лучше куда-нибудь в тайгу, знаете. Вот в тайгу его куда-нибудь. Еще, что у него на сердце к вам. Ну, одухотворяется, видите. Вот это, находясь в отшельниках, ему же все это на пользу идет. Он же тут духовности набирается. Да, может быть, он даже книжки какие-то интересные читает. Такие духовные, не всем понятные. И как бы он и считает, что я выбор правильный сделал. Вот я раньше как-то прыгал туда-сюда. Искал, может быть, какую-то выгоду или искал что получше для себя. Но на данный момент я уже сделал для себя вывод, что мне нужна только эта женщина. Ну вот. Видите, да? Как интересно тут все складывается. Посмотрите. И как в огне, так можно сказать, да, так и в воде я с ней. Здесь столько водной стихии. А сколько здесь страсти и огня. Две противоположности, правда? Он выбор сделал на вас. Вы его выбор. Вы его выбор. Кому он тянется. Кому он хочет двигаться. Кого он уж ждет. Ждет какого-то возможного результата. Может быть, ждет от вас какого-то слова. Что вы согласитесь. Что вы ему ответите. Вы же его... Вот, женщина в красном, да? Черная кошка. Черная пантера. Что вы такая красивая. Все-таки как-то ответите ему. Дадите снова шанс. Вы поймете его. Да. После того, что было между вами. Как бы, ну, время лечит. Вы посидели, да? В позе цигун. Вот этому вот. В позе лотоса. Да. Помедитировали. Помедитировали немножко. И поняли, что он вам нужен. Но он, по крайней мере, он так это хочет. Понимаете? Да. 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 А вот он холодный, как айсберг в океане. Но я хочу, чтобы она поменяла ко мне свое отношение. Чтобы она поняла меня. Что я не специально. Я не такой. Это просто броня такая. У меня жесткая, металлическая, оцинкованная, титановая броня. А сам-то я человек. Человек сердцем и душой. Я просто так люблю. Я по-другому просто не могу. Да. Да. Я пошел работать. Он весь ушел в работу. Потому что работа лечит. Работа ему помогает. Работа приносит ему деньги. Она приводит его в чувства. И работа тебя никогда не предаст. Он весь в работе. Как говорится, любовь любовью, а кушать хочется всегда. И вот здесь луна. Луна в голове, в мыслях. Вот он сидит, как в тюрьме. Сидит, что-то там делает, делает, делает. Знаете, я не знаю, где он там. Вот как в тюрьме. Они шьют же валенки. За машинкой вот этой вот садятся швейной. Они же там не просто сидят в тюрьмах. Они же там работают же, правильно? И вот они за швейных машинках. Там что там? Валенки, пуховики. Вот эти вот шьют же. Каждый день одно и то же, одно и то же. Вот шьют, они шьют. Вот это то же самое. Вот как в тюрьме. Вот ей-богу. Понимаете, с утра до вечера он что-то там делает. Я не знаю, в машинах, может, ковыряется он там. Может, он повар у вас. Как пришел с утра в 9 часов, и в 7 часов с ресторана только вышел. И пока он там что-то готовит, все мысли о вас. Я представляю, что он там готовит в таком случае. Но у него луна, тут у него внутренняя депрессия. Но чтобы с ума не сойти, очень хорошо помогает работа. Вот я говорю серьезно. Вот надо что-то делать всегда. Взять тряпку, швабру, всю квартиру перемыть. Сразу депрессия пройдет, девочки. Сразу. Это уже испробовано. Или, я не знаю, переберите вещи свои, хлам выкините. Вот надо что-то всегда делать, когда вот чувствуешь, что какая-то внутренняя депрессия, какая-то апатия. Чем закрыться, в кровати укрыться, и забыть, что ты существуешь. Надо убираться, надо заниматься. Пошли прогулочкой, пошли в лесу, побегали. Вот, понимаете, жизнь все равно продолжается. И это то же самое. Он таким образом выходит куда-то, вот, да, с отрицательного в положительное пытается выйти. Набраться там каких-то эмоций. Никого он к себе не подпускает. У него луна в голове. Там, я не знаю, знаете, как будто, как этот, какую-то энергетическую программу тут обсадили. Я не знаю, что за программа у него там. Какая-то магическая программа в голове. Может быть, это приворот делал, не знаю. Но он никого не хочет видеть. Он не хочет никого к себе подпускать. Даже есть у него друзья, товарищи. Говорят, слушай, ну что с тобой? Что ты такой, уже целую неделю ходишь такой мрачный. Что с тобой? Он будет говорить, да нет, ничего, просто голова болит. Аналгин пью, не помогает. Понимаете? Он никогда вам истину не скажет, по какой причине у него такое состояние. Он отнекивается. Он никого в свою душу не пускает. Даже если какие-то на работе там или где-то цепляются женщины, которые говорят, Вастенька, идем, у тебя сразу со мной головная боль пройдет. Он говорит, не, не, у меня еще больше усилится. Нет. Да, потому что, чтобы снять его головную боль, ему нужна такая, как вы, которая преподнесет ему этот кубок, а вы умеете так вкусно что-то готовить, или чай, или сок, или морс, или компот. Я прям сто процентов уверена. У вас, когда на кухне шкаф открываешь, там целая полка полностью забита травами и чаями всякие, чаями, или чаями, чайками. Девочки, чайками. Короче, чаем. Слушайте, ну богатый русский язык, как хочешь, так и говори. По-любому вы меня поняли, да? В общем, вы же можете, и если надо чай с жасминовый, и если надо там чай с бергамотом, о, еще сушки рядом, и какой-нибудь пирожочек вами испеченный в духовочке, это же вообще красотень. Он же знает, что вы же так еще можете так красиво глазками хлоп-хлоп на него влюбленно смотреть, у него сразу головная боль пройдет, и любая магия снимется с него, и сразу настроение поднимется. Короче, для полного счастья ему не хватает вас. Да, о, я же знаю, что я говорю, но я же знаю, что я говорю. Многие из вас так могут стол накрыть, накрыть, как будто, знаете, он Шах Сулейман, а вы его любимая хюрем. Понимаете? Вот прямо, вы еще и танец с живота можете станцевать. Ой, ты, господи, а! Я бы сам на такой женщине тоже женился с мужиком был. И вот ему и фруктов не хватает, и чтобы вы ему тут наливали и наливали, да, и танец с живота танцевали. Боже ж ты мой! Это ж как надо женщину довести, чтобы он там бедный один с холодным сердцем, как ненормальный работал, а! И лишил себе такого счастья, такого рядом счастья, такой женщины, как вы, а! Но не дурак ли? Дурак, конечно, понимаю. Я ж по-другому тоже назвать здесь ничего не могу. Вот как есть, так и говорю. Ой, ой, а как вы хлеб печете? А какие же вы булочки делаете в духовочке вашей любимой? А хлеб на закваске собственной? Ой, а торты какие делаете? Батюшки, а как вы готовите? Все же из огорода и собственного. Вы ж прям зайка, понимаете? Его зайка. Вы ж вся натуральная, понимаете? И продукты натуральные, фермерские любите. Вы ж в магазин, когда идете, чё попало, ж не покупаете. Вы ж прям как надо. В печеный, не маргарин, а сливочное масло кладете. Правильно? Конечно. И муку самую лучшую берете. Да, и в духовке самое лучшее готовите. То есть, слушайте, он прекрасно понимает, какой он женщины лишился. Вот вы мне сейчас что угодно говорите. Даже если вы мне сейчас напишите, Яночка, мы только один месяц встречались, А я вам говорю, сто процентов. Он знает, какая вы женщина. Он знает, какая вы на кухне. Как с вами вкусно и сладко. И чего он лишился, он прекрасно понимает. А? Вот? Император. Он же прекрасно понял, что он с вами гордый орел такой тут был. Понимаете? Гордый орел. Доигрался просто. Доигрался. Я представляю, если он вам, когда сидел за столом и говорил, А моя мама хлеб печет по-другому. Или вот, А моя мама пряники делает вот из такой муки. Вы, наверное, это слушали, слушали, А потом его, наверное, к маме отправили. Знаете, пинька под зад, сказали, Давай, иди к маме, все. Он просто понял, что он доигрался. Понимаете? Вот это вот свое вот этот, я орел, я красавчик, Мне все должны, мне должны танец живота возле меня танцевать. И хлеб мне тут вкусный подносить, да? Ага. Вы на это столько смотрели и думали, Я тебя сейчас устрою. Ты меня сейчас получишь. Ты меня получишь. Мне уже надоело все это терпеть. Только с вами он чувствует себя мужчиной. Ну, конечно. Конечно. С такой женщиной не мужчина и себя чувствует. Ага. Все, что имеем, не храним, потерявши плачем. Ну, кто ж ему виноват? Отправьте ему посылкой пару этих, Платочков. Пусть прям, да, поплачет в эти платочки. Что такую женщину, как вы, потерял. Вот он уже, он уже плачет. Он уже потерял и уже плачет. Причем тут уже, знаете, Он иногда может выпивать. Я не знаю, насколько сильный и часто, Но он выпивает. И он с этим ничего поделать тоже не может. Ну, потому что здесь уже душа просто плачет. Ну, 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 я же сказала. Я же сказала. Потому что он дурак. Это, причем, не я говорю. Это он так говорит про себя. Причем я дурак. Потому что вот, чтобы потерять такую женщину, Надо быть полным дураком. Я, я это понимаю. Как бы, да. Я разбил ей сердце. Я изменил ей. Я ее предал. Что он там еще сделал? Все, так ведут себя только дураки. И вот, на его состоянии, убивающийся. Мне плохо, плохо. Я же без нее не могу. Ни жить, ни спать, ни в туалет ходить. Понимаете? Не могу без нее. Не могу. Страхов полные штаны. Конечно. Конечно. Меньше спорить надо с женщиной. Меньше надо спорить. Вот вы мне скажите. Мужчины, которые часто спорят с женщиной. А нигде оказываются, в конце концов, за бортом. Правильно? Правильно. Потому что женщинами живут только мужчины. Не, не подкаблучники. Но это само собой. Женщинами всегда живут те мужчины, которые любят, понимают. И ласковые. А вот здесь, пытаясь вам что-то вечно доказать, ссорить с вами, конфликтуя, и включая своего императора крутого, такие мужчины всегда будут за бортом. Всегда у любой женщины. Ну, потому что это так вот так устроено. Это всегда так устроено. Женщина долго никогда никого терпеть не будет. Если мужчина не идет на контакт, если он не понимает, не любит, если для него превыше его собственное я, любая женщина скажет, давай, Марш, Атюш, я тебя больше в своей жизни не видела. Хватит с меня. Да, да. Вот и все. Вот и все. Я же говорю. Я же говорю, что женщин надо любить. Будете женщин... Мужчины, слышите меня? Будете любить женщин, будет вам счастье. А не будете женщин любить, будет вам всю жизнь беда, просто беда. Будете вы всю жизнь детьми маленькими. Да. Женщина родила, женщина воспитывает, потом передала другой женщине, другая женщина до конца уже воспитывает. Ну, это потрясающе просто, понимаете? Так придумано все природой, что мужчину всегда надо воспитывать. А если не воспитывать, таких делов наделает. Мужчина наделал же уже. Вот теперь вот, сидит он. Вот. Вот итог. Мужчины, полюбуйтесь. Если не будете женщин слушать, будете вот такими. Хочется вам такой вид иметь. А если женщину будете слушать, будете вот такими. Императором. Разница есть? Вот какая больше нравится? Вот это правда? Тут уж больно красиво. Да. Тут статус. Тут сила. Поэтому, дорогие мои мужчины, делайте вывод. И жезлом всегда будет все в порядке. А не будете женщину слушать, и с этим беда будет, и андролог не поможет. Вот такой был расклад. Пишите, пожалуйста, мне свои комментарии. Мне даже интересно, если вы опровержение какое-то напишите. Я даже внимательно послушаю. Где я что сказала не так? Слушай, наверное, уж больно. Я знаю очень хорошо любую ситуацию. Работаю столько лет с людьми. Чего я только не слышала уже. Чего я только не смотрела уже. Все смотрела. Поэтому и тут карта мне так же все это подсказывает. Один к одному. Это же житейское все. Понимаете? Я же с луны слова тут не беру и какие-то значения. Все по жизни. Все правильно. Поэтому вам самое главное делать выводы, думать. И не совершать ошибок. Я вас всех люблю. Я вас всех уважаю. Пусть у вас в личной жизни все наладится у всех. Счастья вам. Здоровья вам и вашим близким. И до скорых встреч. Спасибо.